добрый день дорогие друзья вот решил запилить пару уроков по моделированию вринас видя что последнее время многие покупают принтеры и спрашивают модели дай модель или еще что-то на некоторых сайтах знаменитых иногда мы берем модели они просто тупо не соответствуют размерам или желаемому потому что каждый модель под себя под свои задачи ему нам кажется что это универсально но не всегда все так обычно или карбона полмиллиметра шире толще братья китайцы всегда стараются разнообразить нас работой почему рина ну арина жрет мало ресурсов компьютера поэтому так сказать можно конечно в солиде 3d max и все это начать учиться но рина можно хоть на калькуляторе пользоваться ну я изначально хотел сразу начинать модели те показывать все по ходу но что-то мне показало что это из-за затея так себе потому что вводный урок он нужен именно объяснить что где какие окна что потом постоянно не повторять не рассказывать но начнем откуда рина брать я думаю вам не надо говорить я пользуюсь с последним по моему нарина 6 вот что у нас здесь это меню строка здесь обычно мы находим те же самые инструменты что и здесь но здесь есть некоторые инструменты которые не используют часто их разработчики рина спрятали суда дальше это командная строка далее покажу зачем она нужна сюда вводятся цифры команды вводятся потом вот это у нас окна вид сверху давайте я открою модель что показать что к чему ну вот вот это у нас перспектива здесь можно двигать вот это у нас вид сверху вид ну понятно это виды каждый под вид можно еще настраивать если на например вот это в каждом виде есть меню именно чтобы смотреть тонирование визуализация то есть рендер полупрозрачный то есть на у нас видно все изопармы и сама модель но я предпочитаю пользоваться тонированием или каркасом так сразу видно линии что где как здесь как я сказал можно крутить так операция с телами потом дальше вот это именно инструменты так настройку вида я вот опять упомянул если нам например надо вот здесь это окно чтобы мы посмотрели снизу вот здесь такая машинка и нам показываны виды мы можем клацнуть и посмотреть снизу что если нам просто надо снизу рисовать и чтоб верхней части нам не мешали мы моделим снизу также можно справа слева с любой стороны просто вот эти окна например здесь видят четыре окна их можно хоть все создать но не неудобно а тут клацаешь просто и меняешь вид так панель инструментов панель инструментов она вот она то есть вот это главная панель инструментов это скажем так под панель то есть вот эти все значки они выводятся вот сюда что что это панель делает то есть эта панель мы клацаем хотим нарисовать круг а вот и заодно покажу что зачем командная строка вот мы круг рисуем и нам нужно например вот здесь около мыши указан размер но если чтоб не мучиться и нам надо к примеру четыре и четыре круг нарисовать четыре миллиметра и четыре десятки мы вводим вот и у нас вот такой кружок получается и дальше уже с этим кружком можно работать вот для этого нам нужна и командная строка потом опираться с телами операция с телами это именно мы работаем с твердыми телами то есть и создаем из из линий фигур именно твердые тела пример вот и один круг нарисовал давайте для разнообразия многоугольник вот такая штуки не нас получилось теперь выделяем это все переходим в операцию с телами нажимаем выдавить объект выдавить замкнутую плоскую кривую и у нас вот такая штука получилось но это опять же все в ходе моделирование защиты я покажу как здесь все пользоваться дальше что у нас тут на это тоже сайта переключение того же сам настройки вида вот это очень важный инструмент это привязки к примеру мы хотим вот в этом кругу круге нарисовать еще один круг ну ну нам нужно привязать его к центру то есть именно по центру четко мы включаем вот здесь включаем центр подводим к кругу оп и он нас центр нашел и рисуем круг который нам нужен то есть вот этот круг будет четко в центре находиться также можно на пересечении на ближайшей точке конечная к примеру если мы нарисовали вот такую линию акс ну да сейчас вот линию и на хотим на конечный нарисовать круг на раз и перевязалась концу и мы тянем и вот этот круг и это линия будет именно в конце так что дальше нам рассказать а вот это привязки идут уже привязка к сетке то есть если мы что-то перетаскиваем видите она к сетке именно привязывается у нас у меня эта сетка настроена вот это сантиметр каждое деление миллиметр то есть это . будет через каждый миллиметр шагать орта орта это очень важный инструмент очень удобно неважно очень удобно то есть если нам надо перетащить ровно по горизонтали или по вертикали он перетягивает только по горизонтали или по вертикали если мы отключаем орта мы можем перетаскивать как нам удобно но все остальные инструменты пока нам не нужны потом дальше перейдем на перспективу когда сложные проекты идут у нас вот здесь есть слои то есть мы сразу все разбиваем на слои то есть к примеру вот камера мы когда рисуем мы рисуем вокруг чего-либо и камера нам на данном этапе не нужно она мешает рисовать мы и просто отключаем то есть мы можем создать новый слой назвать его не знаю 1 2 3 и вот ту фигуру которую мы сделали перекинуть на этот слой правой кнопкой мыши вызвать подменю и где она тут изменить слой объекта изменить слой объекта то есть мы теперь можем это убрать и и вот такие вот пироги дальше что нам надо тут знать ну в принципе как вводная этого этих данных достаточно чтобы продолжить дальше пилить ролики в принципе я уже один начал делать и подготавливать вот он вот такой проект это товарища собрал коптера только начал летать ему нужны защиты для моторов и я подготовил надо ему сделать защиты и заодно сделаю ролик как сделать эту защиту как подготовить именно откуда брать вот эту модель мотора потому что рисовать такую модель только из одной защиты это очень про не проблема но времени очень много надо как нарисовать вот вот такую плечо ну и на основе этих уроков вводных скажем так дальше вы можете сами развиваться потому что программа очень доступная очень все понятно главное как скажем толчок начальный а там в плавание дальше сами ну пока все на сегодня надеюсь что недлинно получилось и постараюсь делать более емкие и нормальные уроки удачи вам и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok